Всем привет! Вечернее движение! Ох! Вообще, ну тут риск большой кататься. Маршрутку перенесними там. Они любят разные рисовать. Разные рисовать на маршрутке. Тук-туки и мопеды, мотоциклы, спутера. А вот маршрутка Матата. Смотрите, какая красота. Как разрисована. Они любят разные рисовать. В коробке лежат. Как будто мы выйдем. Только что, мы чуть в велосипеде стоим. Все, Мак идет, себе просто не пьет. Кто-то идет, кто-то, не знаю, кто-то кричит, кто-то зовет кого-то. Вперед. Да, просто вообще. Разъездочка такая красивая. Все как-то разъезжаются. Молоденько. О, мы как-то завернули в получше улочку. И продолжаем свой путь. Привет, народ. Наташа название ресторана перепутала, в который мы приехали. Знаменитый ресторан в Манграх. Тут можно поесть самосу с крабом. Так что и нужно бронировать места. We found, found, found. Ольга и Наталья. Мы бронировали на шесть. Как раз еще успели, еле успели вовремя приехать. Вот они Мангры. Ёлки-палки. Я даже не знала, что там и есть Мангра. Как вы, ребята? Джамбо. Ты в порядке? Да, я еще живу. Спасибо. Для вечера? Да, да, да. Прежде чем вы идете, наш бассейн находится здесь. Бассейн находится здесь. Ага, окей. Ага. Ну, вину нет сейчас. Так что мы вернемся, я надеюсь. Окей? О, мой Бог, все равно. Так, Мукас, давай. Да, уже, считай, были на экскурсии в Манграх. Питер с нами идет, говорит, я аж не был, хочу посмотреть, что это такое вообще. А помните Мангры в Абу-Даби? Это сейчас океан ушел. Да, это океан ушел. А как я сказала? Снег, да? Снег. А как надо? Краб-шек. Хижина краба. Ты сказала краб-снег. Снег с крабом. Они такие... Девушки, вы не туда приехали? Как будто бы есть другое место. Представляете, ресторан в такой красоте. Нам рекомендовали наши знакомые в Найроби, и мы все-таки согласились, что это крутая идея посидеть в Манграх. Это на Занзибаре, да? Тоже мы чешком шли. Да, сейчас подождите. Натянула. Сзади, сзади пари. Селфи-палку. О, да. Да, нет, не проблема. Проходи. О, елки-палки. Мальчик спросил, мы из Польши. Недавно нас принимали за чехов. Нет, нет пляжа сейчас. Нет пляжа. Нет пляжа. Какой-то ты вернешься? Бай лекс, бай лекс, бай фут. Он говорит, как вы вернетесь в Украину, ведь нет перелетов. Говорю, ну пешком пойдем, что делать. И мы должны идти прямо, да? Да, прямо. Ух ты, какая темная вот эта. Вообще, конечно. Ну, красота. Так, ребята, девчата, будете в Ватаму уже из-за красоты. Соленая вода, знаем, да? В манграх соленая вода. Питер тоже стоит, фоткается. Ну, так же просто не пропускают сюда. Он такой, ну, я с ними, я с ними. Ну, молодец. Ого. А вон и сам ресторан. Ёлки-палки, красота какая. В манграх, повторюсь, в манграх, друзья мои. Вау. Здесь самое знаменитое блюдо, это самоса с крабами. Такие жареные пирожки. Индийские жареные пирожки с крабами. Ну, Наташа говорит, надо попробовать поехать. В принципе, так недорого стоит порция. Мы смотрели 300, ну, чуть больше 2 долларов, 2,5 доллара, 300 шиллингов. Ну, то есть, можно и поехать. Питер тоже такой. О, я чуть в дерево не впилилась. Как я решила сделать разворот, чуть не въехала в дерево. Хай, Джамбо. Джамбо, а вот наши повара, я так думаю. Ну, много места нужно бронировать. Мы позвонили где-то часа в 2-3. И мы забронировали столик на двоих. Ух ты. Три подвизор, рекомендует, все круто. Хай, Джамбо. Ну, ничего, так еще у нас вид, смотри, класс. Класс. класс и тишина в манграх мы уже были не надо экскурсию заказывать вас так ну вот мы уже присели в знаменитом по ресторане крапку этого написано крапчик да не снег просто похожи буквы смотрите вот она самоса хижина хижина краба ну и вот оно стоит все 300 я подумаю что две штучки на порцию есть брускета есть устрицы по 800 есть коктейль с креветками 700 дальше вот есть вот и да ну а тут были была прикольная майн-курс сейчас курочка 800 и город барашек или козленок тысячам были еще как это сказать лэмп чопсы кусочки ягненка но нет уже ты в этой еды и дальше креветки 1800 есть ну вот 2 500 полный краб 500 600 грамм 2 500 стоит лобстер 2 800 осьминог 1200 а почему ты осьминога ела по 800 до 800 что еще есть ну спагетти сифуд есть тысячу стоит десерт снеки дринки вина все есть ну не знаю посмотрю сейчас ну вот такие цены в принципе вам озвучили что есть сейчас посмотрим и покажем вам как какую еду принесут ну что друзья нам уже принесли ну а и прекрасно я надеюсь прекрасная маркуя ваша здоровья кажется с сахаром или скромненько прикольный реальный пашин фут из из кисленьких ну конечно покажем расскажу попробуйте сказал я маленький я маленький даже показала две порции язни это уже такой закате солнце зашло красиво и люди все-таки еще на лодках или это местные наверно местные едут домой делить улов кушать рыбку мы ждем наши блюда здесь заказали мы что мы заказали мы уже рассказали что это самовский из королевский креветки и вот козлика вот это козлик чебаранчик и сначала баранчик как я озвучила ну год это козлик и там идет и гарнир да и гарнир где-то где-то хотите риск хотите чипсы картошки хотите пюрешку мы взяли рис и пюрешку ну посмотрим что там пюрешка картошечка ну картофеляные чипсы же есть сейчас ждем и пробуем ну вот нам и принесли что-то еще у те самые культовые самосы в культовом наташа сейчас ты попробуешь просто сначала пожалуйста откусили положенный язык и покажи нам начинка дожище в белом белое деться давай давай салфетка даже уберем экрана что это такое какой-то соус я видела на фотках люди клали его на самосу а чем класть вот спасибо вот еще спасибо боже говорю на чем только всякие кетчупом 2 2 так ну давайте мне кажется что она горячая но нет давай немножко на остыне тоже был же так делать да я сначала попробую что это вот за вот это посыпать давай это что-то пахнет очень по-моему как авокадо вместе с помидорчиком она покажет конкретно что это мне как она вермишель кажется они не вермишель помидор точно оказалось такие рисовые вермишель и помидор кисловатая по моему авокадо то есть люди кладут на самосу и ее вот кушать на подушке лета вот такие жареные пирожочки индийские жареные пирожки на подушке из белокача на капуста можно найти в эмиратах такие очень много в Индии ну во многом я не про крабы про самосу ну да все это вегетарианские там Наташа запомни этот момент ты ешь самосу с крабами ватаму почему-то многие люди писали что если ты не поел здесь крабов то есть все ты не был ватаму я не люблю такие вещи да по-моему это если ты заехал ватаму то ты был ватаму что за глупости ну правильно ой Наташа уже я Наташа уже хрустит а вот такой жарыш идет честно вот этих а ну покажи вот внутрь спасибо что открыла внутрь не пойму мне как мясо какое-то ну не рыбное мясо ни краба ни креветки ну мясо какое-то ну какое у краба мясо оно светлое я думала как креветка такую вот не знаю ну мне как курочка темная что вам сказать ну давай еще нет Наташ да колупайся до сути и я как из мясо взяла ну сейчас не соли ничего просто хрустящая как обновь со моска это тесто кстати как сказала Наташа видите места много ну вот там наверное вы будете здесь прийти не бронированные а бронированные места возле мангров так пани Ольга что я вам хочу сказать место может и культовое покажи место может и культовое может это и крабовое мясо я в этом не сомневаюсь але памятаешь как мы пошли в Гонконге в культовое место там Мишленовский ресторан одна зирочка была да пошли мы в Мишленовский ресторан не при столе сказано как сказать культурно Забегаловка Срата Забегаловка с невкусной едой довольно таки с отвратительно невкусной едой может они за какой-то соус за Мишлен получили или может быть за самый ужасный ресторан куда стоят очередь вот я думаю что они за это Мишлен получили так что что вот это по моему из того же оперы это не невкусно это ну прикольно да но нет такого что прям вот место классное место вообще уютное смотрите какие манго за Наташей уже здесь как стемнело место классное хорошее может я что не понимаю сейчас ты должна попробовать ну я попробую конечно может я что не понимаю ну нежное мясо ну нежное мясо хрустящая лепешка офигеть классно ты должна сказать Наташа ну я пока не понимаю почему тут классное ну оно не соль она как по мне недосольная ну просто самоса и самоса ну самоса и самоса ну что ты рассчитывала самоса с крабой и в манграх ватаму ну шикарно ты что ну давай 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 ну мясо краба с самосой теперь я попробую эту самую знаменитую самосу треугольничек тесто теплое Наташа думает может она всем манго убила весь вкус может и ну пиво почувствовала ммм шо ты макаришь хрустящая хрустящая ммм я чувствую это краб потому что привкус как креветка только не креветка это точно краб ребята нет я не сомневаюсь что мясо крабовое в этом нет подвоха по наполняемости тоже не обделено совершенно очень даже все прилично ну а вот чтобы вот так с ума сойти я вообще как бы даже креветки не очень люблю я их ем приехали два эстета я могу им заказать могу поесть раз в год что мы и сделали да что мы и сделали ну не фанат ну вкусное самоса наполнило вкусным да вкусное а посоль да нормально мне да наверное что-то со мной не так нет вместо наверняка стоит приехать такое атмосферное ну нравится ты бы еще сюда специально за этим приехал нет за этим специально за закатом может там да там сок попить ну специально же говорю что я вообще как бы рыбу не люблю но все такие крабовые самоса вот там это ну что-то я не знаю как это как попасть условно ван кармат в камбодже ну чтобы понимали как это ассоциируют ну прикольно классно ну и может не гурманы и плюс то что я в принципе рыбу не люблю как и все это ну это не рыба ну ну короче короче говоря что что наполнено да ну ждем позже к ну лучшая рыба для нас это мясо ну любителям все худа краба привет как понравилось бы очень классно да она очень наполненная очень не очень наполненная очень но мне вот не хватает соли как-то вот нету да может я распробую да ну как-то баланс для меня нет баланса нет баланса гармонии нет нет классно классно да то есть стоит того не ну по-любому приехать ребята еще есть можно и везти будь ласка проезжайте мисс просто ну капусточку на подушку кушаешь из белокочаной капусточки да а слышно вам цикад я думала это генератор класс я уже это знаешь Наташа уже вилочкой ест ну что эстетка третья самоса я вот с Олей сейчас говорила говорю я не знаю по какому критерию оценивать неплохо короче неплохо если это брать во внимание наверное крабовое мясо но это же я тоже с ума не схожу его морок не падает но если вы здесь если есть возможность по любому даже просто приехать ну конечно надо попробовать покажу это вау 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 мангры это не невкусно это необычно просто ну как бы ты что только что произнесла просто никто такого не делает ну наверное никто такого не делает просто это фишка этого заведения по наполняемости вот я сижу просто реально очень много мяса крабового похоже на креветку чуть-чуть да на креветку но мне вот на креветку мне как бы мне что-то среднее между креветкой и тунцом вкус и вот такое плотное мясо как креветка да видно классно само-со вкусное теплое тесто хрустящее ну мне не хватает солить я люблю когда вот есть соль слушай я даже пить после него начала сок потому что мне она да наверное острая ну в принципе классно ну классно да вот и принесли наше блюдо вот это мое мясо это козлик козлик с пюрешечкой приехали в рыбный ресторан поесть мясо ну Наташа ну поверни 5-6-7 7-таки креветочкой поверни пожалуйста чтобы было видно так не сильно ну вот приколи кстати и этот коконат соус рис и креветки 1-2-3-4-5-6-7 ну вот попробуем как они сделали потому что я такие большие креветки думаешь слабо они делают там не-не-не дрель нормально когда вот поджарить боже я не знаю что-то мне в них не нравится у тебя есть возможность посмотри какая подача розу сделали да розу из помидорчиков а мою розу кто-то развалял походу а у тебя просто нарезанные у меня просто нарезанные помидорчики мне никакой розы ну я уже смотрю на мясо такая Хочебяса Хочебяса Наташа у тебя креветки я пожалуй одну возьму да пожалуйста хоть все не-не-не раз зеленую луну я ем креветки цукини очень обожают это плаван свежий цукини или это я думаю это огурчики слушай попробую опять я что-то глупо сказала нет это свежие цукини попробуешь креветочку на канал я же в белом нужно я думаю как ты отделишь голову потому еще не не сильно люблю креветки это вот пальцами ковыряешься почищем приносили уже для приличной женщины и вообще-то и водичку пусть соленую хорошая здесь слушаем люди как-то умеют конечно все отделять этой пальцами дает уже смотря в камере этот держит пальцы типа из 5 из 5 ну так я держу сейчас на соседний столик полетит это еще и по уничтожено мясо прилично классно то есть здесь они это умеют делать то что не было со мусором а тут классно оно да вкусненько вкусненько и причем она не то что не пережарена так как-то так вот сделано еще люблю вот такие ножки кто еще любит есть ножки напишите в корме я не смеется для мозгов да да для мозгов для мозгов гинга билоба классно сделали реально как шашлык а пахнет запахло грилем таким хорошим кашлыком да козлик на шашлыке просто это что-то такое может вкусно ням ням это круто да вот скажи это сделали классно ну скажи ну скажи а цукини тебе сырое ну попробуй реально прикольно моторка думала его потом уже гипомоторка ну конечно порция пюрешки и рис это вообще это уже можно выходить не понимаю цукини огурец таком какой-то цукинистый а мясо потрясающе вот так вот зайти в рыбный ресторан да но это не рыбный но в принципе рыбный считается хотя там и курочка есть его вкусного козлика с пюрешкой приятного аппетита а вот это что такое извиняюсь ну салатик попробую не просто так нарезали не тут лук и помидор на а как сделано а ну заценить науки помидоры не сделано прикольно наш общая роза кому-то приглашать скажем так испортить можно всю жизнь нашу а пюрешка пюрешка я смотрю на эту порцию это капец поделимся мне полвеса реального своих людей ну спасибо конечно вкусненько да классное место рекомендуем да смотрите уже ночь практически тоже быстро солнце села все смотрите у меня мы вместе с наташей расправляюсь картошечка пока осталось и наташа рис такой вкусный и не хотела рис вкусный и кстати оля саварику просто лук с это с помидорчиком нет они так вместе пропитались прям как в салатике как домашнем салатике так что у меня треба просто и вот по соли вкусно то есть вообще блюдо тут просто блюдо фантастика на огроменные и и реально вкусные не знаете такие официанты чувствуется уровень как общаются английский хороший очень такой у них это второй язык ну я некоторых там водителей и гидов она не могла поэтому не знаю второй язык хорошо но все как в сингапуре знают все английский ошибочка цирк на дроте я поела я наилла креветки осталось у меня перешка хоть осталось я мясо съела а у наташи остались креветки не наташ давай мы не целевые потребители поднажми мячу полбанки пива ладно буду жать не выбрасывали